так ребят ну ладно давайте начинать наверное все остальные кто хочет еще подключиться соответственно сегодня поговорим про лнгс то о чем должны быть поговорить на самом самом начале курса и в итоге перенести этот вебинар решил там немножко местами поменять загра потому что все-таки мне кажется должен быть поинтереснее для вас смотрите по по этому сектору в целом намного больше материалов намного больше нужно знать чем по я думаю почти всем остальным сектором которые мы там разбирали в прошлом виде видеозаписи которые уже были выложены там включая тот же самый тимти который вчера разобрали лнгс намного более емкий в плане знаний терминологии технологии и так далее здесь намного больше надо знать того чтобы этот сектор моделировать более того даже чтобы здесь моделировать хотя бы уметь уметь моделировать хотя бы одну плоскость до скажем этого сектора но мы поговорим еще о том какие они бывают и какие наиболее популярные какие важнее всего знать нужно сильно знать очень много а поэтому здесь тоже поговорю про то какие материалы можно использовать для того чтобы свои знания потянуть и о том соответственно какие могут быть источники какие наиболее важные вещи надо знать следить за тем как и как эти вещи меняются в частности что касается налогообложения ну вот как то так смотрите в принципе сектор конечно пользуется там дикой популярностью с точки зрения того что есть потребность в специалисты которые умеют хорошо моделировать о лнгс очень много вакансий позиции в российских компаниях госкомпаниях дарус нефть газпром в хмн и отдела выходила и по планированию много других независимых некоторых крупных компаний все же еще есть на российском рынке с точки зрения консолидации получилось так что уже в принципе почти все независимые активы были распроданы поэтому сейчас их не так много осталось тем не менее есть много в частности месторождений которые пока что вот не используются не эксплуатируются они принадлежат там ряду скажем частных лиц которые наверное не обладают такой специализации для того чтобы там как-то построить хороший бизнес-план построить хорошую финансовую модель и потом это эту эту модель презентовать банку допустим получи деньги реально начать его разрабатывать и вот этот барьер он он есть его нужно покрывать специалистами которые умеют хорошо моделировать о лнгс в частности конечно она именно в части upstream части production а ну здесь собственно перед вами слайд который я готовил еще тогда для обзора всего курса там по слайду на индустрию смотрите самое главное что важно знать для тех кто этого не знает в лнгс то что лнгс делится на три на три таких крупных сегмента это upstream downstream и midstream это такая терминология которая используется на рынке и и не знать и и достаточно критично знать соответственно upstream это по названию понятно что потоки наверх иными словами это добыча то есть добыча нефти все что связано с добычей нефти месторождение добыча газа добыча нефти это все относится сюда то есть вот если мы мы сегодня поговорим про две модели посмотрим на две модели первая модель месторождения на котором мы посмотрим как в зависимости от того какой график какой профиль добычи у месторождения какую выручку получит компания там полностью построен модель и 2 модели относятся к другому сектору который называется downstream то есть потоки вниз да есть название что значит переработка все что связано с переработкой нефти в какие-то нефтепродукты и с дальнейшим маркетингом этих нефтепродуктов вот все что между этими двумя секторами это называется midstream то есть все все те операции которые необходимы для того чтобы связать upstream и downstream для того чтобы связать добычу и переработку это микки в частности это transportation transportation может быть этих как грузовиками железнодорожные transportation и там pipeline это также переработка первичная переработка нефти для того чтобы ну как бы обработка для того чтобы ее потом упустить на транспортировку это тоже принципе midstream а midstream наверное самый такой редкий в плане того что в плане потребностей модели в плане потребности финансового моделирования сегмент этого рынка да сельское хозяйство будем рассматривать на следующей неделе решил сначала про вам рассказать вот соответственно midstream пользуется наверное наименьшей популярностью с точки зрения постоянной финансовых моделей потому что но на самом деле таких компаний которые специализируются четко на midstream их не очень много чаще всего компании стремятся хотя бы ну там если это обстрим компания то она либо стремится только обстрим заниматься либо обстримом плюс midstream им если мы не говорим про винки да винки это вертикально интегрированные компании то есть это те компании которые объединяют себя все три сегмента oil and gas да то есть и дабы и добывают и транспортируют потом сами и сами же потом перерабатывают и продают ну да по сути транснефть это более-менее весь мир стрим весь мир стрим россии есть конечно несколько независимых игроков но грубо говоря да так и есть основные метрики которые надо знать для того чтобы работать в секторе для того чтобы строить финансовые модели на регулярной основе это там базу а какие-то термины базово кита коэффициенты которые позволяют приводить различные различные метрики до из одной системы измерения другую то есть допустим если у вас есть нефть нефть в тонах допустим переводить его в барле если у вас есть газ в кубических метрах переводить его в барле нефтяного пиволента вот эти вот все коэффициенты в баррелизации до коэффициенты того как переводить из одной системы другую это все тоже конечно важно знать в первую очередь дальше такие показатели как netback и crack spread про это наверное более подробно поговорим уже на примере моделей но в целом это показатели которые позволяют определить ту маржу netback это цифра то та сумма которую по сути вы получаете от того что добываете одну тонну нефти или там один баррель нефти за вычетом всех расходов на транспортировку а crack spread эта цифра которая показывает ну crack spread и refining margin это та цифра те цифры которые показывают рентабельность переработки то есть условно refining margin это в процентах то там с какой маржой грубо говоря как gross margin вы перерабатываете одну тонну нефти получать какой-то нефтепродукт crack spread это та же самая цифра но только тот же самый показатель но только выраженный в долларах там чрезвычайно важно понимать вот эти все показатели и показатели по запасам классификации запасов то есть первую очередь российская международная классификация значит они отличаются знать всю классификацию но они не то чтобы там очень большие вы можете эти классификации видеть в простом таком урезанном формате на боксе справа сверху да то есть abc это российская классификация в которой есть а она обычно делится на а b1 до 2 а.п. и abc на то есть тут и тут они обычно складываются а это самое главное самое первое категория разбуденные разрабатываемые запасы б это в один подготовленных промышленной разработки до 2 оцененные неразбурены планируемые для разборивания и c1 c2 это разведные оцененные также есть еще ресурсы помимо запасов есть еще ресурсы то есть с низкой степенью вероятности реально реально они там есть но как бы есть определенная низкая вероятность что также на сражении будут эти они они в какой-то момент превратятся в запас вот это c34 также существует международная классификация запасов которая более часто используется на самом деле здесь эта система 3p по 1 это доказанные запасы которых вероятность извлечения составляет 90 процентов по 2 это вероятные запасы которых вероятность изучения 50 процентов и по 3 это возможные запасы у которых вероятность это 10 процентов вероятность извлечения так это что касается классикации запасов индекс сложности на 1 такая на самом деле не имеющая особо общего с моделированием метрика которая показывает капитала емкость нпз то есть словно по сути индекс настина это такой индекс который отражает суммарную стоимость всех капитальных затрат которые суммарные капитальные затраты которые нужно которые были проведены на это за для того чтобы он начал свою свою работу на то есть для особого функционально то есть если у вас допустим какой-то сложный нпз который разрабатывает который перегоняет нефть сложные нефтепродукты то него будет выше этой сложности настина потому что там и оборудование которым будет там использовать и в целом сколько будет капец потрачено его открытие это будет больше чем какой-нибудь стандартный нпз который допустим только бензин делает вот этот индекс позволяет при этом первичном анализе актива нпз понять какая у него на какие продукты он рассчитан на какой на какую капитала емкость он рассчитан и так далее опять же так финансовым дрин не так много имеет общего дальше продакшн туризов стресса и резерв life здесь мы смотрим на то как какую долю от запасов месторождений составляет это чисто обстримовский обстримовские термины здесь мы смотрим на то какая доля какую долю составляет продакшн то есть добыча от запасов компании они нормально месторождения и соответственно резерв life индекс это по сути обратно обратная обратная метрика то есть допустим получили мы там 10 процентов резерв life индекс это будет один поделить на продакшн туризов таким образом один поделить на 10 процентов 10 лет да то есть по сути это показывает сколько лет у нас месторождение будет истощено то есть у нас продакшн туризов опять же 10 процентов то резерв life индекс 10 лет дальше 9 скважины это тоже чисто обстримовский термин и наверное один из самых главных то есть базово когда вы рассчитываете модель выручку месторождения выручку добывающего актива вы смотрите на то как много нефти какое количество нефти генерит месторождения чтобы понять как много нефти не нет месторождения вы смотрите на то сколько у него скважин и сколько у него по сколько нефти приходится на одну скважину где без скважины позволяет понять сколько а нефти приходится с одной скважины, потом перемножив дебет скважины. Дебет скважины обычно просчитывается в день, то есть условно, если вы делаете годовую модель, то вы перемножите дебет скважины на эффективное количество дней, в которые работает месторождение, и перемножите на количество скважин активных, добывающих. Скважины тоже бывают разные, нагнетательные, но в данном случае вы будете смотреть на добывающие скважины. Это что касается дебета скважины. И Гаст Оил Рейшо, это просто показывает, это такая характеристика качественная, скажем, месторождение, которое показывает, какое соотношение газа к нефти на этом месторождении. Ну вот, наверное, все с точки зрения какой-то водной части. Самое главное, опять же, разобраться в запасах для тех, кто там может не знаком с этими классификациями, разобраться в том, что такое netback-rexprat более подробно. Ну, в принципе, там достаточно простое определение я дал. Сейчас мы еще посмотрим на примере, как это работает на примере модели. Разобраться в коэффициентах, которые позволяют перегонять из одной величины, из одной метрики в другую, из одной системы измерения в другую. Ну и, наверное, все. Остальное – это практика, дальнейшее изучение каких-то технологий, какие бывают нефтепродукты. Тут, в принципе, правило «век живи, век учись» – оно отлично действует, потому что я, допустим, на рынке не встречал людей, которые все реально знают, знают каждую технику, знают все про каждый нефтепродукт. Такой достаточно обширный сектор можно сравнить, наверное, с metals and mining, где у каждого тоже металла свои какие-то изменения происходят на рынке, свои какие-то качественные отличия. И тут тоже можно разбираться сколько угодно времени, все равно никогда не достигнешь совершенства, в отличие от какого-нибудь ритейла или TMT, где все очень похоже друг на друга. Ну и теперь перейдем, наверное, к моделям. Первая модель – это модель бывающей компании. То есть, опять же, стили можно накладывать друг на друга. Вот я сделал, допустим, здесь стиль, который делает одну ячейку просто запятой. Представим, что вам нужно ввести вводную какую-то 56. А потом вы увидели, что, в принципе, они там все очень похожи. Тут, допустим, 56 и 4. И вам нужно, чтобы они… Как бы было видно, что они отличаются друг от друга. Сначала делайте, что это вводные, потом накладывайте на них еще стиль одной цифры под запятой, и теперь все видно. И вот так вот можно работать со строчками, менять сразу все целые строчки, потому что они обычно чередуются. Сейчас мы пойдем по вводным. Давайте начнем с макро. Ну, как обычно, да, на каждом листе временная шкала. Я говорил вчера тоже, да, что сейчас уже перешел от того, что использую вот такую толстую временную шкалу с четырьмя строчками. В принципе, что важно, это только год, наверное, и факт прогноз. Здесь вы просто будете ссылаться на какую-то… И вот тоже, да, такой момент, на каждом листе вот эту временную шкалу делать не надо. Ее можно сделать только на одном листе. Потом каждый раз ссылаться на другой лист, вот как здесь, допустим, да. Здесь она сделана на листе макро, временная шкала. И каждый другой лист, который сделан тоже по годам, он на нее ссылается. Здесь просто на макро ссылается, здесь на макро ссылается. Вот так. Дальше есть какие-то макроэкономические предпосылки. Ну, в данном случае, конечно, на коэффициенте реализации – это не макроэкономическая предпосылка, но важно, какой коэффициент вы используете, потому что их можно использовать разные. То есть, в зависимости от плотности нефти, используются разные эти коэффициенты. Там 7.4, 7.3, вплоть до 7 даже я видел, они разнятся. В данном случае вам просто важно указать, что вы в своей модели используете вот такой. Не то, что там как-то обосновывается, что он должен быть такой, а не такой, потому что плотность такая. Но хотя бы показать, что в вашей модели вы используете такой. Дальше. Цены на нефть. Российская нефть – это нефть «Юрлс». Здесь компания разрабатывает месторождение в России и какую-то часть нефти экспортирует, какую-то часть нефти продает на российском рынке. Для того, чтобы понять, какая будет цена нефти «Юрлс», цена нефти «Юрлс» не торгуется. То есть, нет такого, что вы сейчас зайдете и сможете посмотреть, какая цена нефти «Юрлс» на рынке. Обычно это делается так. Посмотрите, какая цена нефти «Брэнд» и смотрите, какая в последний момент была скидка за качество нефти «Юрлс». Обычно нефть «Юрлс», обычно эта скидка положительная, то есть нефть «Юрлс» стоит дешевле, чем «Брэнд». Но были иногда такие случаи, что просто «Юрлс» не успевал просто упасть, так как упала нефть «Брэнд», и эта скидка была отрицательная. То есть, получается, что нефть «Юрлс» стоила дороже, чем «Брэнд». Это такие чисто рыночные какие-то моменты, связанные с торгами, которые, наверное, особо не имеют какого-то фундаментального подтверждения. Но в целом, обычно эта скидка положительная, и вот в последнее время она где-то на уровне 2 долларов была за баррель. Поэтому вы смотрите, ну, здесь базовый сценарий сделан такой, что вот, ну, это старая относительно модель, да, поэтому здесь 50 долларов за баррель «Брэнд». И предполагается, что там сценарий такой, что она остается «Флэт». Ну, тут очень сложно, на самом деле, обосновывать, брать какие-то там сценарии «Блумберга» и говорить, что вот, цена вырастет. Потому что тот, кто смотрит модель, скажет, что «Ребята, я вот нашел другой какой-то отчет, и здесь она не растет, а падает». И, ну, такой базовый сценарий – это брать «Флэт». Но это тоже, конечно, это, допустим, мы там берем «Флэт», кто-то берет реально прогнозы с «Блумберга». Что, в принципе, тоже, на самом деле, не то чтобы неправильно, да, «Блумберга», в принципе, один из самых частотных часто используемых источников, поэтому, в принципе, взять прогноз «Блумберга» нормально. Другое дело, что «Блумберги» прогноз обычно бывает на ближайшие 5-6 лет, а у моделей в нефтянке, особенно в нефтедобыче, идея такая, что их надо строить до того момента, когда у вас месторождение более или менее будет истощено, потому что вам нужно показать весь профиль добычи, потому что он может очень сильно отличаться. То есть нет такого, что как там, какого-нибудь ритейля, вы на 5 лет построили прогноз, вышли на плато, и потом сделали терминальную оценку. В нефтянке может быть все так, что вы, допустим, за несколько лет после конца прогнозного периода из защиты месторождения потом перестанете его эксплуатировать. А может быть такое, что вы очень плавно-плавно-плавно снижаете свой профиль добычи, и только где-то через 20 лет оно у вас истощается. Ну, сейчас мы посмотрим на «Drill Schedule» и на… По-моему, графики есть здесь, нет? Он нет. Графиков нет. Но, в принципе, сейчас будет понятно, как это происходит. Вот, это что касается скидки. Соответственно, мы берем цену у нефти Brent, либо из Bloomberg, либо Flat составляем. Берем скидку за качество нефти EUROS, ее обычно Flat составляем. Обычно по ней какие-то прогнозы тяжело найти, ее даже тяжело найти, сколько она составляет за последние какое-то несколько месяцев, чтобы более-менее актуальные данные дать. После этого мы считаем цену нефти EUROS, логично вычитая эту скидку, и переводим ее в тон, потому что компания, ну, та компания, именно по которой эта модель была построена, она все считает в тонах. Ну, там, если у вас компания не считает в бардлях, то это не обязательно переводить. И смотрим на транспортировку из Европы до Российской границы. Это необходимо, чтобы привести цену нефти EUROS к общему такому знаменателю, то есть цену нефти EUROS на границе. Вот, таким образом, эту цену тоже там можно из каких-то разных отчетов узнать, но здесь, по-моему, это была вводная от компании. То есть компания сказала, что исторически для них транспортировка из Европы до Российской границы, ну, не для них, а в целом транспортировка из Европы до Российской границы, она составляла вот 13 долларов за тонну. Вот, и таким образом мы получаем цену нефти EUROS на границе. Дальше обменный курс, тоже для справки, да, на тот момент был 59, здесь тоже, в принципе, можно взять из Блумберга, но такой консервативный достаточно сценарий, потому что, по-моему, Блумберг... Нет, даже, наверное, наоборот, да, оптимистичный сценарий, потому что, по-моему, в Блумберге заложен небольшой рост. То есть там медианные прогнозы всяких аналитиков, и там по ним он до 65, что ли, вроде, доходит до 2020 года по последним данным. Поэтому здесь такой, да, наверное, все-таки оптимистичная предпосылка, что... или даже не оптимистичная, а такая, как бы, дисклеймер. Ребята, мы не знаем, к какому прогнозу верить, поэтому мы оставим флэт. Это достаточно волатильный параметр, да, более обменного курса. Поэтому здесь 59, и флэт так и остается. Чему это нужно? Потому что... Почему нужен я имею в виду обменный курс? Потому что продавать будет компания за доллары на экспорт, а нести, там, большинство затрат будет в рублях. Не все, но большинство. Дальше есть инфляция, инфляция издержек. Компания говорит, что за, там, условно... Ну, это такая достаточно неординарная предпосылка для каких-нибудь других секторов, да. Тяжело поверить, там, когда в ритейле вам компания скажет, что у нас, там, вообще не росли издержки. Но вот в нестянке такое иногда бывает. И вот тут реально у компании мы проверяли, за последние пять лет почти не изменялась цена, там, по большинству статей расходов. То есть они, как, там, в удельном выражении платили одну сумму, допустим, пять рублей, там, за тонну, так они ее и платят. И она особо не растет. Поэтому здесь тоже такая достаточно оптимистичная предпосылка сделана, что цена расти не будет. И то есть такая же предпосылка по инфляции тарифов транснефти, по перевозке нефти. В принципе, опять же, да, это лист у нас с Ampsions, поэтому здесь он должен быть сделан так, чтобы все можно было оптимально быстро поменять и посмотреть, на что изменится у нас в модели, в опутах модели. Допустим, МСТ с оценкой, или у нас оценка актива на миллионах долларов получается. Там, что будет происходить, допустим, если мы скажем, что, окей, ребята, на самом деле сдержки, они у нас будут расти где-то на 2 хотя бы процента в год. Тогда уже здесь будет не 100, а 50. То есть достаточно, конечно, это значимая предпосылка. Так, дальше. Экспортная пошлина. По расчету экспортной пошлины. Здесь есть такая штука с отсечениями цены нефти и, соответственно, ставки соответствующей экспортной пошлины. То есть если цена находится в промежутке от 110 до 146 долларов за тонну, то... Так, сейчас, секунду. У нас тут... Секунду. Да, если, соответственно, цена, которая у нас установилась сейчас на рынке, если она меньше, чем 110, то тогда у нас будет процент пошлины М43, это 0%. Если она при этом больше, чем 110, но при этом меньше, чем 146, то у нас будет ставка 35% экспортной пошлины. Если она больше, чем 146, эти цифры обновлялись, мне кажется, на конец 17-го года где-то. То есть они достаточно актуальны. То есть это вот по... И вот что важно в нефтянке, вы должны постоянно следить за изменениями налогового кодекса, как изменяется расчет... Как изменяется расчет... Опять же, экспортной пошлины, как изменяется расчет НДПИ. Вот за этим всем надо следить, потому что там очень много коэффициентов разных, очень много диапазонов, по которым вот эти отсечки, они часто меняются. Ну вот, соответственно, сейчас пока диапазоны вот такие. Соответственно, если она от 146 до 183, то... Так... И... 183... То тогда здесь будет ставка 45%. И если нет, если она получается больше, чем 180, то тогда она должна быть равна... Секунду... То она должна быть равна... 46... Тоже 45%. И в данном случае мы смотрим на... Делаем выбор необходимой ставки. Мы смотрим на то, какая была цена на нефть. Какая цена на нефть, точнее, в каждом периоде. И в зависимости от этого у нас выбирается эффективная ставка экспортной пошлины, которая должна быть выбрана в данном случае. Да, извиняюсь, не 45%, когда она больше, чем 183, а 30%. Вот. Так как у нас цена на нефть здесь 30, 300, 350, она больше, чем 183, поэтому мы берем 30%. И так, в принципе, на протяжении всего прогнозного периода, так как мы не закладываем никакое изменение цены и непонятно там за налоговое обложение, что эти отсечки как-то изменятся, поэтому мы, в принципе, вполне логично предполагаем, что по расчетам это будет 30% на протяжении всего прогнозного периода. Дальше в зависимости от процентов экспортной пошлины могут быть различные корректировки дополнительные в формуле. То есть формула – это не просто расчет, как там какой-то процент экспортной пошлины умножить на цену одной тонны нефти. Тут еще есть некоторые корректировки. В случае, когда наша ставка равна 45%, эта корректировка равна 13 долларам. Если у нас ставка в 30%, то эта корректировка равна 29 долларам. Если у нас 0% или 35%, то у нас никакой корректировки нет. Дальше как результат мы эту корректировку добавляем к нашей экспортной пошлины и умножаем ту ставку, которую мы выбрали, на разницу между нашей ценой нефти и той отсечкой, которая соответствует данному диапазону. Тут немножко сложно. Давайте еще раз. Здесь у нас какая-то корректировка. Мы ее держим в уме. Допустим, этой корректировки сейчас нет. Берем цену нефти, которая у нас есть на данный период. Из нее вычитаем ту отсечку, которая соответствует этой экспортной пошлины, которую мы выбрали. То есть если это 35% было, то отсечка будет 110. Если это 146 отсечка была, то если, точнее, пошлина была 45%, то отсечка будет 146. Если пошлина была 30%, то отсечка будет 183. Соответственно, из нашей цены нефти мы вычитаем вот эту отсечку и умножаем вот эту разницу между отсечкой и нашей ценой нефти на необходимую ставку экспортной пошлины. И потом уже к ней добавляем вот эту корректировку, если она есть. И таким образом мы получаем экспортную пошлину. Здесь, в принципе, есть ссылка на налоговый кодекс. Эту модель мы выложим, вы потом сможете... Она у нас... экспортная открылась. Ну, просто чтобы вы не думали, что я там вас обманываю. Сейчас посмотрим на то, что это сейчас действительно так. Возможно, уже, кстати, изменилось. Ну, да, то есть, вот, видите. До 109,5 у нас ставка 0. После у нас 35 на разницу между нашей ценой нефти и 110. Потом после... Это от 110 до 146. От 146 до 182,5 у нас 45% умноженное на разницу между отсечкой и корректировка 13. Да, то, что у нас сейчас было. И если у нас больше, чем 182,5 доллара, то у нас разница между ценой нефтью и 122 доллара, умноженная на 42%. Да, видите, все-таки уже, по-моему, что-то поменялось. А, нет, наоборот, старая. Утратил силу. А, вот. То есть, было раньше 42%, а теперь сейчас новое правило, что 30%, да, и, соответственно, корректировка 29, которую мы здесь с вами тоже видим, да, 13, 29. И вот эти вот все проценты, которые мы только что увидели в налоговом кодексе. И в нефтянке достаточно часто вот такое. Вам нужно постоянно мониторить, что происходит там, какие налоговые изменения будут в расчете НДПИ. И даже если там планируется, что какие-то изменения будут, и они, допустим, будут там через год, через полтора года, то вы их, конечно, должны учесть. Или там обычно через три года эти планы бывают. Вы, в принципе, можете сделать какой-то свитчер и показать, что вот если там, типа, это изменение случится, то у нас будет тогда налоговая система такая, и тогда у нас экспортная пошлина будет, соответственно, такая. Чтобы можно было это переключить и посмотреть, как это повлияет на результаты компании. Так, это что касается экспортной пошлины. Дальше. Дальше транспортировка. Соответственно, у нас есть удельные, ну, так как мы добываем нефть, добываем какое-то количество, различные нефти, зависит от периода, мы можем все расходы и должны все расходы привести к какой-то удельной величине в расчете на одну единицу этой продукции. То есть, если мы моделируем какого-нибудь производителя, то мы будем выручку или все расходы приводить к одной единице произведенной, а в случае с нефтью мы будем приводить это к одной тоне продукции, к одной тоне нефти. Соответственно, здесь есть, здесь приведены вводные от компании и от, те, которые мы рассчитали сами в адвансе, по транспортировке на необходимые какие-то маршруты, которые в данном случае, по которым в данном случае компания перевозит свою нефть. То есть, 32 доллара за тонну в случае от Нижневартовска до границы и от близлежащей станции до Нижневартовска 16 долларов за тонну. И, соответственно, здесь в рублях затраты на транспортировку, которые как бы рассчитала сама компания. В случае нашем мы просто складываем вот эти две предпосылки, которые мы нашли сами, то есть сначала доставить от ближайшей станции до Нижневартовска, потом от Нижневартовска до границы, а в случае компании она нам просто дала цифру, которую она знала, фактически она за которую доставляла. Ну и, соответственно, здесь можно делать свитчер, тоже переключая на то, что вам сказала компания или на то, что вы рассчитали сами, исходя из рыночных тарифов. В принципе, это все, что касается транспортировки в моделях, все это можно достаточно быстро проверять и собственным анализом как-то получать. Вы просто там звоните в любую транспортную компанию, говорите, ребят, мне нужно доставить одну тонну нефти на такой вот, ну или не одну, лучше 20 тонн нефти на такое-то расстояние, сколько это будет стоить. И вот эту вводную просто ставите в модель. Или там нескольким звоните, делать какую-то выборку и медианное значение потом ставите в модель. То есть это не такой сложный момент, здесь понятно, откуда брать цифры. как-то так. Дальше, netback, то есть то, о чем мы говорили. Netback – это стоимость нефти за вычетом всех каких-то сопровождающих ее доставку до потребителя расходов. В частности, экспортную пошлину в данном случае и транспортировку. Ну, это самый такой базовый случай, иногда бывают какие-то дополнительные расходы, которые в данном случае надо учесть. Но здесь это только экспортная пошлина, транспортировка. Экспортную пошлину мы ее рассчитали, мы видели, как мы ее рассчитывали. И, соответственно, надо иметь в виду, что если, допустим, цена нефти здесь будет другая, допустим, что я не знаю, там 100, наверное, много, давайте 25, да, допустим. Цена нефти будет 154, здесь автоматически ставка пересчитается, здесь автоматически пересчитается экспортная пошлина и автоматически пересчитается стоимость транспортировки. Но стоимость транспортировки только не поменяется, да. Так, соответственно, вот это нетбэк, то есть мы вычитаем из цены нефти на границе экспортную пошлину и вычитаем расходы на транспортировку и получаем нетбэк. Ну, и здесь для справки тоже налог на прибыль, который будет применяться компанией, потому что она действует в российской юрисдикции. Дальше, следующий, самый важный лист после листа с вот этими предпосылками, где мы рассчитываем на нетбэк, который является одним из главных драйверов выручки, являются скважины, да, то есть сколько-то у компании скважин было на конец периода, на самом деле, даже, наверное, у нее, по-моему, и не было. Их работающих скважин, да, работающих скважин не было. Смотрите, здесь очень близок расчет к расчету амортизации лесенкой, которую мы разбирали вчера. То есть, предположим, что сейчас компания не добывает. Да, сейчас, секунду. Да, предположим, что сейчас компания не добывает. У нее нет добывающих скважин, она просто вот имеет перед собой вот это месторождение, которое она хочет начать эксплуатировать. Соответственно, у нее есть какой-то план, да, то есть никто не эксплуатирует месторождение без какого-то анализа технологами того, что там на этом месторождении происходит, какие там движения нефти, как лучше бурить, да, какой план лучше проработать, лучше там сразу все бурить или лучше там плавно сначала бурить, потом нагнетательные скважины вводить, чтобы больше дебет было от этих скважин, которые тихонько начинают истощаться и потом заново бурить новые. Вот здесь, в принципе, компания дала план. Это, конечно, здесь все измененные цифры. В основном, компания дает вам план того, как она будет бурить. И здесь как бы имейте в виду, что когда вы строите модель нефтянки какого-то месторождения, нельзя ни в коем случае там придумывать эти вводные самому. То есть здесь вы должны, даже не то, что вы должны, а компания должна сотрудничать с каким-то с какими-то технологами, которые этот план там долго изучают и разрабатывают. То есть это очень важная вводная, которая должна быть получена от эксперта. Это сродни тому, что вы никогда там не станете вкладываться в какую-то технологическую компанию, не проведя технический ютил. Здесь примерно то же самое. То есть такую модель каждый, кто посмотрит и вы ему там скажете, что мы эти вводные взяли так сами, просто поставили от балды, то вам сразу скажут, что эта модель тогда бестолкова. Соответственно, здесь план получен от компании. То есть сколько добывающих скважин будет боиться по годам. И вот тут, соответственно, мы доходим до того момента, где мы больше ничего не будем. Более-менее там к моменту истощения месторождения доходим. Также у компании бывают месторождение бывают разведочные скважины. Здесь, кстати, а вот, нагнетательные есть. Смотрите, ну давайте сначала про разведочные. Соответственно, скважины бывают добывающие, разведочные, нагнетательные в основном. Иногда у компании бывают разведочные скважины, который больше для того чтобы просто понять да вот то на месте есть какая-то какие-то запасы нефти будет ли какой-то сам депет из этого места или нет и соответственно кто-то большей степени использоватьOOO кис сложно кто-то меньше вот компания там в altri мемле этой модели она там особо различные скважины не использовала но в принципе есть такая тема что те разрешенные скважины которые они про бурили или будут про булывать они тут отдельно не замоделированы ну вот условно мы знаем что там в какой-то момент несколько разрешенных схожан на которые они популярен превратятся в добывающих, потому что они поймут, что, ага, вот в этом месте есть запас нефти, есть нефть, будет дебет какой-то, будет приток. Соответственно, они переводят их в добывающие. Поэтому вод добывающих скважин складывается не только из тех скважин, которые мы бурим, которые мы точно знаем будут добывающими, но и из разведочных скважин, которые теперь превратились в добывающие. Поэтому в каждой строчке, в каждый прогнозный период мы мируем ввод новых добывающих скважин, то есть бурения и перевод разведочных. Опять же, в данном случае компания особо не использует разведочные скважины, но все же там 4 скважины за первые 4 года она пробурила, но не перевела это состояние. Помимо добывающих скважин, есть какое-то определенное соотношение. То есть у вас должно быть какое-то количество нагнетательных скважин, которые нужны для того, чтобы повышать давление воздуха, повышать давление в целом в пласте, чтобы та добывающая скважина, которую вы пробурили, ее дебет повышался. То есть в какой-то момент она начнется с дебетом 50 тонн в день, а через месяц она может упасть до 20. И что с этим делать? Но она упадет не потому, что нефти больше нет, она закончилась, а потому что давление просто упало в скважине. И вот для того, чтобы эти 20 обратно вернуть к 30 или к 40, пробурится нагнетательная скважина. Вот для разных месторождений это соотношение нагнетательных скважин и добывающих, оно разное. Вот в данном случае, опять же, вам нужно получить вводную от технологов или от самой компании, какое количество нагнетательных скважин нужно. Потому что бывают месторождения, где, в принципе, давление не так сильно падает, и там, допустим, нужно 50% нагнетательных на добывающие. А где-то, наоборот, им надо очень много, там 80-90%. В данном случае 76% нагнетательных скважин нужно на одну добывающую. То есть, условно, на 100 добывающих скважин вам нужно 76 нагнетательных. Поэтому в данном случае мы здесь округлением. Мы считаем, сколько нужно бурить параллельно нагнетательных скважин в этот год для того, чтобы эти добывающие скважины поддерживать. И, соответственно, план по вводу разведочных скважин – это те разведочные скважины, которые в итоге не превратились в добывающие. То есть, вы пробурили 6 разведочных скважин, из них 4 – превратились в добывающие. А вот здесь план, соответственно, расчет нагнетательных скважин. Зачем все это читать? В принципе, в некоторых моделях делают так, что нагнетательная скважина, она как бы влияет на дебет. То есть, чем больше вы пробурите нагнетательных, тем больше будет дебет. Если вы не будете бурить, то дебет будет падать. Здесь сделано так, что, смотрите, вот этот начальный дебет скважины и вот этот темп истощения новой скважины, он сделан уже из расчета того, что мы пробурим 76% нагнетательных скважин по отношению к добывающим. То есть, если мы опустимся дальше, есть начальный дебет скважины, то, о чем мы говорили. Самый главный показатель нефтянки, наверное, в Апстриме. Сколько добывается, ну, помимо нетбека, сколько добывается нефти в день на одной скважине? 50 тонн в день. Это тоже все делают технологии, это самая важная предпосылка, которую всегда в таблицах с инститивизи, ее используют как параметры, которые изменяются, чтобы посмотреть на изменения оценки компании. В данном случае мы взяли 50 тонн в день, и есть какой-то определенный темп истощения. То есть, первый год он 50, потом он будет на 5% меньше, потом на 3% меньше, дальше на 20%. Вот такой график, который заложен. Ну, и тут в какой-то момент она уже до нуля доходит. Так вот, вот этот темп истощения, он дается тоже технологами, тоже все очень важно грамотно просчитать, не брать от балды эти цифры. И фишка в чем, что в некоторых моделях можно сделать так, что, допустим, вот этот темп истощения, он будет разный в зависимости от того, какой процент вы будете делать. Здесь в этой модели нам сказали, что, ребята, вот мы будем делать 76% от добывающих нагнетательных, и это будет нас вести к вот такому, только такому темпу истощения. То есть, заранее сказали, по сути, какая комбинация будет использована. В принципе, в некоторых моделях это делают как бы через формулу тоже. То есть, в зависимости от того, какой здесь процент, в зависимости от этого здесь будут разные проценты. То есть, есть взаимосвязь между вот этой ячейкой, допустим, и вот этой. И вот эта ячейка, она будет меняться в зависимости от года. В какой-то год там будет 50% нагнетательных, от добывающих какой-то там 100 и так далее. И это будет влиять на темп истощения новой скважины. Это немножко сложнее, даже не немножко, а сильно сложнее. Поэтому здесь мы использовали вот такой подход. Просто взяли ту необходимую комбинацию, которая есть.